Вновь говорить о проблемах безопасности на дорогах заставилась сегодня трагедия в Тверской области. Там столкнулись автобусы, маршрутка, столкнулись лоб в лоб. Раннее утро, час пик, люди ехали на работу, учебу, авария унесла 13 жизней. Те, кто выжил в реанимации, что стало причиной ДТП, единой версии нет до сих пор. Прямая дорога, нормальная видимость, опытный водитель. Все подробности с места трагедии у Олега Шишкина. Пятна крови, искореженные кресла, детали обшивки. Обломки разбросаны на десятки метров вокруг. Авария произошла около 8 утра у поселка Некрасово на 24-м километре трассы Ржевтвей. Удар был такой силой, что сейчас даже трудно понять, какой марки был этот микроавтобус. Вся передняя часть его смята, салон искорежен. Судя по всему, пассажиру микроавтобуса практически не было шансов на спасение. В микроавтобусе находились 14 пассажиров. Местные жители, которые по своим делам спешили в областной центр. 13 человек погибли на месте. Рейсовый автобус, с которым столкнулась маршрутка, шел практически пустой. В нем, помимо водителя, находилась одна женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма. Вот как она описывает произошедшее. Газель, я не знаю, как выскочил на встречную полосу. Как она выскочила, почему она выскочила, я не знаю. Произошло столкновение. Ну, водитель, он хотел как-то уйти немножко в автобус. Но у него не получилось. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, в реанимации. Состояние пациентов стабильное. Они оба находятся в сознании. Также в стационаре находится третья женщина, пострадавшая в данном ДТП. Она находится в нейрохирургическом отделении. Состояние стабильное. В реанимационной помощи она на данный момент не нуждается. Следственные действия на месте аварии продолжались почти 7 часов. Сотрудники полиции поговорили с родственниками погибших и взяли показания у выжившего водителя рейсового автобуса. Большинство погибших находились в микроавтобусе Ford Transit. По информации, пристегнуты либо не пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время уточняется, проводятся следственные действия. Будут останавливаться, были нарушения режима трудового духа, либо не было. Предварительная причина аварии – выезд микроавтобуса на встречную полосу. Но почему водитель маршрутки допустил фатальную ошибку – не ясно. На этом участке ровная дорога, которая хорошо просматривается в обе стороны. Следователи установили, что маршрутке ничто не мешало продолжить путь по своей полосе. Со слов свидетелей, которые уже установлены, водитель не совершал маневр обгон. Видимость дороги здесь составляет более 500 метров. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 километров в час. Следователи проверяют все версии – от технической несправности микроавтобуса до качества дорожного покрытия. Имеется тормозной путь, да, пока предварительно только автомобиль «Илиас». Он перед столкновением пытался уйти, правее прижимался, но, к сожалению, столкновения не избежал. Возможно, это сон за рулем, но это как одна из версий. Сначала появилась информация, что компания, которой принадлежит микроавтобус, занималась незаконными пассажирскими перевозками. Но по данным МВД, все документы на роковой рейс были оформлены должным образом. Ространс-назор собирается проверить перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП. Расследование происшествия на особом контроле Центрального аппарата Следственного комитета. Местные власти заявили, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Вечером разбитые автобусы убрались с проезжей части. Движение на этом участке дороги восстановлено. Олег Шишкин, Кирилл Кушнев, Алексей Чуев, Лариса Никитина, Первый канал, Тверская область.